Здравствуйте! В эфире телеканал ЖЭТСУ. Новости в студии Ахандузны Мухаммедовой и сурдопереводчик Деурен Абдрасилов. В сентябре на полигоне Жартастэ Кала Астана состоятся специальные учения «Скала-2024», в которых примут участие не только Казахстан, но и страны-члены организации договора о коллективной безопасности. Об этом стало известно на совещании под председательством заместителя Акима Алматинской области Нуржана Кудайбергенова. На подготовку и проведение мероприятий из местного бюджета выделено 13 миллиардов тенге. В настоящее время на полигоне активно ведутся приготовления к международным соревнованиям, отрементированные дороги, установленная линия связи. Наряду с этим решаются вопросы по обеспечению мест для посетителей, а также организации специальных точек с питьевой водой. Давайте все усердно подготовимся к предстоящим мероприятиям. Уже начинают прибывать гости из-за границы, поэтому нам необходимо с большой ответственностью подойти к следующему собранию. Проведем еще одно контрольное совещание для уточнения всех деталей и проверки готовности. Благодарю за вашу работу. Благодарю за вашу работу. Учителя организации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Прием заявок на участие, регистрация, подача конкурсной документации осуществляется на веб-портале sdkostas.nopt.edu.kz. Напомним, республиканский конкурс «Лучший педагог» является традиционным мероприятием, которое проводится с 2012 года. На данный момент в Казахстане выявлено около 700 образцовых учителей. В этом году акцент казахстанских педагогов направлен на повышение учебного потенциала целевых и сельских школ. Об этом стало известно на панельной сессии «Диджитал Казахстан. Образование с новой реальностью». В рамках августовского совещания в Вимбекш-Казахском районе состоялось коллегиальное собрание, в котором приняли участие более 700 преподавателей. «Диджитал Казахстан. Образование с новой реальностью» – это тема очередной панельной сессии. Здесь спикеры и квалифицированные педагоги из методического и национального центра повышения квалификации «УРЛЕУ» предоставили учебно-методические приемы в современном образовании. Обсудили эффективные способы вовлечения в учебный процесс. Были отмечены основные особенности учебного периода с 2024-2025 годы, где педагоги-мастера поделились своим передовым опытом работы. «Каждый учитель должен регулярно использовать одну и ту же методику. Например, я использую технологию поэтапного комплексного анализа. Это наша казахстанская методика обучения школьников. Я показала её результат, благодаря которому уже в этом году мои ученики стали победителями областных, республиканских и даже международных предметных олимпиад». Во время панельной сессии, проходившей в рамках августовского совещания, по каждому предмету было представлено 25 площадок. Здесь были обсуждены нововведения в мире цифровизации и широкое внедрение технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс. Ведь главная цель данной встречи – повышение качества образования в регионе. «В рамках августовского совещания проводится панельная сессия под названием «Диджитал Казахстан. Образование с новой реальностью». Всего в работе панельной сессии приняли участие 700 педагогов Алматинской области. Работают 25 секций по каждому предмету. Всё это делается для достижения большей эффективности и качества в образовательном процессе». К слову, более чем в 740 образовательных учреждениях Алматинской области работают свыше 33 тысяч педагогов. По словам главного педагога региона, все они подготовлены к новому учебному году. С начала текущего года на водоемах Алматинской области зарегистрировано 12 фактов гибели людей. При этом было спасено 28 человек. Об этом стало известно в ходе оперативного рейда, инициированного региональным департаментом по чрезвычайным ситуациям. В целях недопущения и снижения количества несчастных случаев на водно-туристических объектах специалистами ведомства регулярно проводится комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих в период купального сезона. Отметим, что в рейдовом мероприятии приняли участие представители департамента полиции. Подробности у нашего корреспондента. С начала купального сезона совместно с заинтересованными государственными структурами Алматинской области был утвержден план основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водоемах региона на 2024 год. В рамках официального документа в целях профилактики гибели людей на воде ежедневно проводятся рейдовые мероприятия с привлечением личного состава всех заинтересованных региональных служб, военнослужащих гарнизона и волонтерских организаций. Однако, несмотря на активное принятие спасателями различных ведомств предупредительных мер, для некоторых отдыхающих купальный сезон, к сожалению, становится последним в жизни. Так, с начала лета на водоемах региона погибло 12 человек. Спасено 28 граждан. Стоит отметить, что 8 случаев утопления из 12 произошли на установленных зонах отдыха. В связи с чем, в целях снижения фактов гибели людей на водоемах департаментом по ЧАЭС принимаются и более жесткие меры. В отношении нарушителей принимаются крайние правовые действия, вплоть до привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. С начала купального сезона в текущем году за допущение фактов гибели людей к административной ответственности привлечены 4 юридических лица. Следует также отметить, что 11 из 12 погибших граждан являются жителями других областей и городов страны. В связи с чем возникает вопрос и по качеству проведения профилактической работы с данными лицами в местах их проживания, говорят специалисты. Наряду со всеми профилактическими мероприятиями ведется и административная практика. Так, за нарушение правил безопасности на водоемах области с начала года к административной ответственности привлечены 204 физических лица с наложением штрафа на сумму 3 миллиона 278 тысяч 496 тенге и 4 юридических лица на сумму 73 тысячи 840 тенге. По статье «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах». На сегодняшний день, согласно постановлению Акимата Алматинской области, на территории области имеется 7 коммунальных и 96 частных пляжей. Так, на 87 потенциально опасных участках установлено свыше 400 знаков безопасности. Для оперативного реагирования на происшествия на водоемах области приведены в готовность 30 плавательных средств и 45 единиц водолазного оборудования и снаряжения. В рамках ежедневных профилактических мероприятий спасатели совместно с полицией систематически проводят ночные рейды на Капшагайском водохранилище, а именно на городских коммунальных пляжах. В ходе данных проверок также были выявлены нарушители правил безопасности на водоемах, а именно купающиеся в ночное время суток. В результате проведенного рейда на данных лиц составлено 13 административных протокола на общую сумму 167 986 тенге. Отметим, что осуществить поиск и обнаружение нарушителей в частности удается благодаря имеющимся на вооружении у специалистов ДЧС беспилотных летательных аппаратов со специальным тепловизором и встроенным громкоговорительным устройством. Мало кто знает, что всем известная поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» у врачей-офтальмологов имеет свою интерпретацию. Ведь именно эти специалисты помогают людям поддерживать здоровье глаз. Такого же мнения придерживается и врач-офтальмолог Жанар Картекова из города Кунаев. Вот уже более 40 лет она работает в сфере медицины. Что помогает доктору в ее работе и какие навыки Жанар обрела за время своей практики, узнавала наша съемочная группа. Несмотря на сложность профессии врача, более 40 лет назад Жанар Картекова выбрала сферу медицины. И в 1984 году она поступила в Семипалатинский медицинский институт на специальность педиатрия. Так осуществилась детская мечта Жанар. За долгие годы своей работы женщина-врач заслужила любовь и доверие своих пациентов. И даже выйдя на заслуженный отдых, Жанар Картекова продолжает хранить верность своей профессии. Мечтала стать врачом, хирургом. И я в основном хирургическим профилем и увлекалась. Поэтому мне нравится хирургический профиль. Я недавно была. Мы в этом году 40 лет, как мы институт закончили, встречались. Конечно, очень радостное такое событие было. Я, конечно, благодарна Семипалатинскому мединституту за знания. За такое вот течение шести лет они нас воспитали, вырастили. В начале своей карьеры Жанар Картекова на протяжении семи лет работала врачом-педиатром. А позже, пройдя квалификацию, продолжила трудовой путь в качестве офтальмолога. В день она принимает до 40 пациентов. И к каждому из них у неё особый подход. Если кому-то требуется стандартный осмотр, то другие проходят оперативное лечение, признаётся врач. Благо для этого в медучреждении есть необходимое и отвечающее современным требованиям оборудование. Операции пациентам проводятся бесплатно в рамках программы ОСМС, отметила Жанар. По словам врача, многие диагнозы пациентов связаны с осложнениями глазных болезней, а также с прогрессирующими заболеваниями глазного яблока и повышением внутриглазного давления. Для нашего региона часто встречаются такие патологии, как катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, осложнение, премиопии, травм много, травм детей есть. Но сейчас, конечно, бич для нашего современного мира – это ухудшение зрения у детей, связанное с применением гаджетов. Ну а так, через ОСМС у нас проблем нет, операции насчет катаракты, насчет глаукомы, по показаниям, конечно. В прошлом году нам дали новое оборудование в больнице. Рефрактометр, тонометр, щелевую лампу, синаптофор. Давно не было синаптофора для лечения косоглазия детям. Поэтому сейчас ждем еще другие оборудования. То есть расширение идет, и это радует. Несмотря на загруженный график работы, даже в свое свободное время Жанар Картекова посвящает расширению своего кругозора в сфере медицины. С целью повышения квалификации она побывала в Узбекистане в рамках программы «Обмена опытом с узбекскими коллегами». Теперь накопленными знаниями она делится с молодым поколением врачей. К слову, среди своих коллег Жанар пользуется заслуженным уважением. Ее ценят не только за качество грамотного руководителя, но и за опытность мудрого наставника. А пациенты любят своего доктора за чуткость, профессионализм и человечность. Подтверждением высокой квалификации врача-офтальмолога являются многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма. Но самой главной своей наградой доктор считает свою любимую семью, в которой она вместе с супругом воспитывает пятерых детей. Ведь именно в кругу родных Жанар черпает силы, чтобы сочетать обязанности многотетной матери и супруги с любимой работой врача-офтальмолога. Из-за лесного пожара вблизи Афин эвакуированы несколько населенных пунктов. Парижская Олимпиада – самая бюджетная за два десятка лет. Майорка против массового туризма. Подробности зарубежных новостей в материале нашего корреспондента. В Греции продолжается борьба с лесными пожарами, в ликвидации которых участвуют 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Огонь бушует на фоне аномальной жары. В радиусе 30 километров к северо-востоку от Афин эвакуированы жители сразу нескольких населенных пунктов. В некоторых местах высота пламени достигает 25 метров. В тушении огня также активно участвуют десятки добровольцев. К западу от Афин, недалеко от города Мегара, удалось частично сдержать распространение пламени. Дым от пожаров затенил солнце над столицей. За это лето в Греции произошло более 2000 лесных пожаров, часть из которых случилась из-за умышленных поджогов. Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите предупреждает, что высокий уровень пожарной опасности сохранится до 15 августа. Парижская Олимпиада стала самой экономной за последние 20 лет. Согласно аналитическому агентству Standard & Poor's, ее расходы составили менее 9 миллиардов евро. Это произошло благодаря тому, что во французской столице уже была отличная спортивная инфраструктура, которую организаторы лишь адаптировали и обновили. Новых крупных объектов почти не строили. Большинство сооружений были возведены временно. Более того, Олимпиаду в Париже называют самой зеленой в истории современных игр. Французы впервые обеспечили все мероприятия электроэнергией исключительно за счет существующей городской энергетической сети. В отличие от предыдущих Олимпиад, где широко использовались дизель-генераторы, в Париже они применялись только в случае экстренных ситуаций. Организаторы Олимпиады в Лос-Анджелесе уже заявили, что тщательно изучат этот опыт и рассмотрят возможность его применения у себя. Жители острова Майорка выражают недовольство ростом цен на жилье и перегрузкой инфраструктуры. На острове проходит новая волна протестов против массового туризма. Под девизом «Оккупируем наши пляжи» местные жители отправились на популярный у немецких туристов пляж. Разложили свои полотенца и плакаты, чтобы занять прибрежную зону. В этом году такие акции происходят регулярно, а число участников постоянно растет. Местные жители недовольны резким увеличением цен на жилье, перегрузкой социальных служб и инфраструктуры, а также негативным воздействием на экологию. Прошлый год стал рекордным для курорта – почти 14 миллионов иностранных гостей. В этом ожидается рост числа туристов на 8%. До начала лета Майорку уже посетило 6 миллионов человек. В ответ на протесты местные власти ужесточили борьбу с нелегальной арендой жилья, увеличив штрафы до 80 тысяч евро. Елеман Турсунханов по материалам интернет-ресурсов. В аэропорту Южной столицы в минувшие выходные встретились серебряного призера Олимпиады 2024 в Париже Диме Ужадраева. Спортсмена пришли поприветствовать родные и близкие, представители СМИ, а также его коллеги по спорту и поклонники. Подробнее в материале сюжета. Каждый спортсмен национальной сборной, выступивший на мировой спортивной арене, заслуживает уважения и почета. Борец греко-римского стиля Диме Ужадраев впервые на Олимпиаде представлял страну в весовой категории 77 килограммов. В полуфинале с явным преимуществом он победил двухкратного серебряного призера первенства мира Санана Сулейманова со счетом 6-1. Однако в финале Диме Ужадраев уступил японцу Нао Кусаки, тем самым став серебряным призером Олимпиады 2024 в Париже. «Я очень счастлив, что сумел завоевать для Казахстана награду. Благодарю всех земляков за теплый прием на родине. Поскольку это Олимпийские игры, ни одна из схваток для меня не была легкой. За соревнованиями следил весь мир, поэтому я чувствовал очень большую ответственность перед своими болельщиками и перед всей страной». Эта Олимпиада для главной болельщицы Диме Ужадраева, его матери Кулипы Бижановы, принесла немало переживаний. Но они стоили всех волнений, уверяет пожилая женщина, поздравившая сына с уверенной победой. И хотя серебро далось сыну в нелёгкой схватке, женщина была до конца уверена в её исходе и в успехе своего сына. «Очень переживали родственники, соседи, друзья. Во всём Казахстане народ поддерживал Димеу. Он занимается греко-римской борьбой с малых лет. Трудностей было много. Но он упорством и трудом добился своего. Когда смотрела выступление, волновалась, переживала. Это честь для меня, что мой сын стал серебряным призёром Олимпийских игр в Париже». «Мы все желали Димеу золота. Но хочу сказать, что каждая олимпийская медаль дорога и цена. Эта награда – общая заслуга и Димеу, и тренеров. Пусть как можно большего числа казахстанских спортсменов исполнятся мечты, и они станут призёрами различных олимпиад». В аэропорту Алматы в день прилёта олимпийского чемпиона собралось многочисленное количество поклонников Димеу Жадраева. В их числе представители Акимата Алматинской области, Центрального спортивного клуба Министерства обороны. Все они выразили свои пожелания соотечественнику. «Я являюсь поклонником борьбы греко-римского стиля. Внимательно наблюдал за всеми схватками нашего спортсмена Димеу Жадраева. Очень рад, что наш спортсмен удостоился серебряной награды Олимпиады в Париже. Мы гордимся нашим чемпионом Алга-Хазахстан». «Болельщики пришли с цветами, флагами, портретами и воздушными шарами. Как только Димеу Жадраев показался на публике, его подхватили на руки. Поклонников было столько, что к олимпийцу не подойти. Все хотят сделать фото, пожать руку и подрогать медаль на удачу. Для нас он настоящий герой». Напомним, на Олимпийских играх в Париже национальная сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Напомним, на Парижской Олимпиаде наши спортсмены соревновались в 25 видах спорта. К слову, следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2028 год в США. Жандос Назарбаев, Камила Ценыштай, Абзал Имман Али, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматы. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ и будьте в курсе событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok